На текущий момент, если посмотреть статистику, то произошло несколько важных для нас вещей. Первое. Наш поиск из запасного аэродрома перешел в живое использование. И это позволило нам достаточно серьезно поменять подход работы к поиску. Во-первых, мы получили намного больше статистики, намного больше информации. Пока мы можем сказать, что краткосрочно мы видим, что доля снижается. Но здесь есть несколько факторов. Фактор номер один в том, что в принципе просто поменялся поисковый движок. Что привело к тому, что часть визеров, которые привыкли пользоваться какой-то одной выдачей, почувствовали некоторый дискомфорт. И это для нас некоторая понятная тенденция. Второе. Понятное дело, что все-таки, как я и говорил, для того, чтобы поиск довести до серьезного качества, нужен достаточно долгий период его работы на живых пользователях и достаточно долгий период его аналитики, изменения и, скажем так, анализа. Поэтому мы прикладываем все усилия для того, чтобы, в общем, в обозримом будущем он стал лучше, качественней. И иногда бывает даже, что улучшение качества поиска поднижает долю поиска. Потому что переход доли поиска меряется по переходам. То есть поиски переходят. И если ты улучшаешь поиск, уменьшаешь количество переходов не туда или не на те сайты, практически у тебя при улучшении поиска может доля уменьшаться. Такие эффекты тоже могут быть. Я считаю, что любая поисковая компания, любая компания, которая занимается поиском, должна делать акцент на качество поиска, а доли – это некоторые потом вознаграждения в будущем за качественную работу. И опять же, надо понимать, как она меряется, кем меряется. Там тоже есть очень много нюансов, поэтому нельзя так прямолинейно их напрямую связывать. Удовлетворенность качества поиска – доли, которые меряют некоторые из ресурсов.